21 февраля на Оскольском электрометаллургическом комбинате чествовали защитников Отечества. Для представителей сильной половины человечества в фойе конференц-зала завода управления развернули праздничную фотовыставку. А из рисунков детей работников предприятия получилась трогательная и яркая выставка, в центре которой был простой русский солдат. Металлургов, бывших военнослужащих, со сцены поздравил управляющий директор, депутат Белгородской областной думы Николай Шляхов. Российская армия, ну сами видите, она каждым днем крепнет, крепнет наше спокойствие, потому что, наверное, чтобы Россия спала спокойно, нужна сильная армия. И Европа с Америкой тоже, потому что мы будем спать спокойно, зная, что у нас армия нас защитит, они будут спать спокойно, потому что у них мысли не будет напасть. Наша задача воспитывать подрастающее поколение именно в таком духе, чтобы главный был дух. Потому что оружие, он меняется временем, меняется мощь его, меняется его возможности, но дух остается. Поэтому вот за этот дух всем спасибо. Спасибо российской армии, спасибо всем мужчинам, которые служили в армии, которые потенциально защитники Отечества являются, не служили. И кто будет служить. С праздником вас, спасибо. На ОМК сильны традиции. Одна из них – честование ветеранов Великой Отечественной войны, воинов, интернационалистов, участников локальных военных конфликтов. Для них свои лучшие патриотические композиции исполнили ансамбль песни и танца «Заваленка», воспитанники Центра дополнительного образования «Лидер», вокального ансамбля «Акро», творческие коллективы подшефных школ. ОМКовцы посмотрели документальный фильм «Традиция защищать Отечество», посвященный настоящим героям российской армии, который трудится сегодня на Оскольском электрометаллургическом комбинате. Мы представляем его вашему вниманию.